Не буду пока дышать, до последнего дотяну, чтобы прям... Вот это нам надо. Вот такая площадка у нас получается. Сюда нужно воткнуть сейчас солнечную панель, чтобы увеличить энергопотребление. Приветствую тебя, дружище. Ты на канале Бульдозер, и здесь мы проходим игру Планеткрафтер. Это уже четвертая серия. Сегодня будем продолжать развивать эту планету, терраформировать ее. Видишь, выглядит она пока не очень. И сплошная глина, камни и ничего растительного. Но растительность есть у меня на моей базе. В прошлой серии я посадил вот здесь вот такие цветочки, по флоростенды. Они дают индексы реформации. Я думаю, они дают кислород, на самом деле. Вот эта штука дает у нас тепло. И сейчас нам нужно продвинуться дальше. Для этого нужно построить первым делом вот эту вот станцию сборки Т-2. Я наконец-то разобрался, как это делать. Я почему-то упорно не видел вот эту штуку. А она нам очень, очень нужна для того, чтобы сделать рюкзаки и другие вещи для прокачки своего костюма. Так, железо и кремний. Давай займемся этим прямо сейчас. Что у нас тут есть по ресурсам? Магний, алюминий. Ни железа, ни кремния нет. Ну, пойдем тогда за железом и кремнием, собственно. Это первая задача на сегодня. Я думаю, в этой серии мы прокачаем сейчас с тобой персонажа. Сделаем ему нормальный рюкзак. Магний нам не надо. Магний, железо и кремний, напоминаю. Сделаем ему, короче, нормальный рюкзак. Поставим нормальный кислородный баллон. И уже вот с этим всем стафом можно будет нормально залутать вот тот космический корабль. Потому что иначе... О, у нас есть баллон Т-3 между тем. А я еще даже Т-2 не поставил. Вот такой вот выживальщик. От бога называется. Так, железо и кремния, между тем, у меня уже есть. Но я подсоберу полный рюкзак, наверное, всякого барахла. Лишним не будет. Это все пригодится. Это все пригодится тоже. И вот это мы можем вообще разобрать. Лучше ящик поставим на базе. Он там будет нужнее явно, чем вот здесь просто в поле валяться. И я так думаю, что с установкой вот этого сборочного аппарата можно будет уже не бегать на старую базу. Как всегда забыл про кислород. Можно будет не бегать на старую базу, чтобы там что-то скрафтить себе. Кислородные банки или воду. Все будем делать здесь у себя автономно. Ну ладно, то, что я откинулся, это в принципе не страшно, потому что ни навыки здесь не пропадают, ни ресурсы. Все есть как есть. Но это все на мне страшно. Итак, что делаем в первую очередь? В первую очередь мы делаем вот эту штуку. Станция сборки. Куда бы ее поставить? Ну пока, наверное, будет... Вот здесь пусть при входе. Красиво по фуншую сделаем попозже. Вот. Отлично. У нас есть рюкзак Т2. Железо, кремни, идите там. У нас все для него есть. Значит, мы берем рюкзак. Крафтим рюкзак Т2. Прекрасно. А для баллона... Так, какой у нас баллон? У нас баллон Т1. Возьмем его в руки давай. Т1 нам не надо. Вот для Т2 нам нужен кремний. Окей. Для Т2 нам нужен кремний. Пойдем сейчас тогда за кремнием. Одеваем рюкзачок. Одеваем баллон. Пойдем еще подсоберем немного ресурсов. Самое главное сейчас прокачаться. Вот это догнать. В развитии, так сказать. Потому что с первым рюкзаком и с первым баллоном было выживать, ну, очень сложно. Никуда не дойдешь, ничего не вынесешь. Сколько у меня теперь слотов, кстати? Слотов у меня нормально так добавилось. Это прям радует. Можно с собой гораздо больше таскать теперь. Но много не потаскаешь, потому что баллона не хватит. Сейчас мы это будем поправлять. Как вообще тебе первые три серии? Напиши в комментах, что, что, как. Что нравится, что не нравится. Как тебе вообще картинка? Может, что-то тормозит, не тормозит. Потому что вот в видосах по Валхейму, в шортсах конкретно, ребят в комментах там пишут, что иногда бывает что-то подтормаживает. Задают вопросы. А что такое? Ульдозер, что такое у тебя там с тормозами? Вот. Ну, с этим я борюсь. Борюсь каким методом? Во-первых, понизил настройки. До этого я что-то играл, как ошалелый на 4К. На ультрах. Но для записи это, конечно, не подходит. Для записи это... Вот, есть баллон. Это надо выкинуть. Баллон сюда. Баллон Т2. Прекрасно. Это возьмем обратно. Теперь, что у нас есть еще? У нас есть еще микрочип скорость добычи. Угу. И экзоскелет. Увеличивает количество ячеек под оборудование. Во-о-о-о. Вот это вот вообще тема. Давай-ка мы это сделаем. Магний у нас тем более есть. Экзоскелет. Одеваем экзоскелет. И добавили ячейки. Отлично. Фонарик сюда сразу ставим. И баллон. Да. Баллон тоже пусть стоит. Что еще мы можем делать? Сапоги ловкости. Увеличивают скорость перемещения. Два алюминия, две ткани. Есть у нас такое? Алюминий у нас есть, но ткани у меня не было, насколько я помню. Ткань нам нужно лутать на корабле. Низкий уровень гидрации. Окей. У нас. Попозже попью. Хочу рюкзак Т3 и хочу баллон Т3. Магний и алюминий. Есть такое у нас? Есть такое у нас. Сейчас я буду самый прокачанный на районе. Кислородный Т1, Т2. Т3 сразу ставим. Отлично. Т3 баллон. И теперь осталось рюкзак Т3 собрать. Для него нужен два алюминия, титан, кремний. А вот кремния у нас и нету. Предлагаю взять с собой. А что, братья, поем, просто попью. Ну, вперед за кремнием тогда. Что могу сказать. Сколько у меня кислорода теперь помещается? 280 кислорода. А было 145. Ну, это прям... Гораздо легче дышать стало. Гораздо спокойнее себя чувствуешь. Сейчас можно будет гораздо дальше уходить уже. Позволять себя. Но все равно, конечно, надо следить за показателями. Чтобы не откислить где-нибудь там далеко-далеко. И потом придется себя оттуда доставать. Бежать за своим ящиком. Это никому не надо. В какие игры вообще сам любишь играть? Как так получилось, что залетел на мой канал? Если есть ответ, напиши, пожалуйста, тоже в комментах. Буду очень рад почитать. Все комменты абсолютно читаю. Всем всегда отвечаю. Если не ответил сразу, то чуть позже ответил точно. Поэтому не стесняйся. Давай пиши, пообщаемся. А мы пока будем делать рюкзак. Два алюминия надо взять. Как мне все это нравится. Два алюминия. Ага. И рюкзак-то надо будет снять, конечно, да? Рюкзак надо будет снять. Короче, надо взять себе два алюминия и рюкзак. А что выкидываем? Выкидываем вот это, вот это. Давай лед выкинем. Рюкзак. Железо. Алюминий. Алюминий. Интересно, пропадают ли вещи, выброшенные на пол. Потому что если не пропадают, то можно же не ставить этих ящиков. Вот это рюкзак. Так, баллон Т3, рюкзак Т3, экзоскелет есть. Какой красавчик, а? Надо еще сапоги ловкости собрать. Но для этого нужна ткань. Пока можно, наверное, скорость добычи. Алюминий, кремний. У нас все для этого есть, да. Алюминий, кремний. Вот кремний. Вот алюминий. И собираем скорость добычи. Отлично. Что еще у нас тут есть? Вода, кислород. Это все понятно. Это все есть. Ну, в общем-то, только сапоги ловкости осталось собрать. Тогда собираем все барахлишко обратно. Сейчас берем с собой кислородный баллон. Баллон, раз, кислородный баллон, два, чтобы подышать там, если что. Сюда ресурсы выкидываем. А, подожди, не так. Вот так. Нет, 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 вот это мы возьмем с собой. И сюда тоже. Пойду сейчас полутаю на корабле, наконец-таки. Сейчас, я думаю, можно уже не очковать. Скорость добычи, все есть. Пойдем. Вот он, корабль. И фонарик у меня есть. И скорость перемещения, и скорость добычи. Ну, что за лев, это тигр. Я думаю, я сейчас там соберу ткани. По-любому должен собрать ее. И можно будет поставить вот этот сапоги ловкости. И еще ткань мне нужна была для того, чтобы делать мебель. Столы, стулья и прочую вот такую вещь. Это, конечно, не несет никакой функциональной надобности, но выглядит очень красиво. Потому что пока база эта такая. Не похоже на какое-то жилое помещение абсолютно. Вспомнить бы, где я тут что ходил. Эти ящики, интересно, можно разобрать? Давай разбирать их. Ресурсы пригодятся. Стоп, удов. Фонарик, конечно, очень слабо светит. Инвентарь заполнен. В смысле? Вот это мы берем. Ага, то есть ящики с каким-то содержимым разбирать нельзя. Окей. Нельзя так нельзя. Нам дают железо с этих ящиков. Стульчики нельзя разобрать. Столы. Вот это можно разобрать, да? Ничего не разбирается, не кликается. Так, идем дальше. Там я вижу, опять колонна валяется. Вот ее тоже можно разобрать. Что это? Нагреватель Т2. Вот, нагреватель Т2. Это отлично. Нагреватель я поставлю у себя на базе. Кремний и ридий. Прямо сразу готовый. Так, а ну и все, в общем-то. Данш, скажем, закончился, да? Чип. Это хорошо. Чего бы тут взять? А тут у нас что? Ткань. Растения берем. Ну, давай вот это все возьмем. И разберем ящик. А отсюда возьмем, ну, наверное, семена кабачка. За этим остальным придем уже попозже. Приду попозже. В следующий раз. Ожидайте. Водичка, водичка. А, кислород точнее. Вот и освободился слот, кстати говоря. Можно разобрать этот мелкий ящик. Да. Прекрасно. Но... А больше тут... Типа, зайти некуда, да? Никаких поворотов, заворотов. Это не открывается ничего. И кнопок я не наблюдаю. Но... Как-то я ожидал, конечно, большего. Новый чертеж, стекло жилого отсека. Ну, прекрасно. Чертеж, коммуникационная антенна. Тоже отлично. Будем коммуницировать. Экран передачи. Офигеть. Между тем, кстати, индекс реформации уже 15. Он прям разгоняется. Надо... Надо, надо, что? Надо установить еще будет. Помимо того, что внутри базы расширится. Надо и снаружи тоже. Поставить вот эти лазерные нагреватели. Поставить электричество. Сейчас, сейчас начнется выживание. В режим строительства надо перейти. И поставлю я, пожалуй, бур Т2. А, мне там не хватает. Не поставлю. Ладно. Хотел по-хорошему. Что я тогда могу? Надо еще отсек расширить. И нагреватель туда поставлю. Вот точно. Вот здесь будет у меня нагревательная часть. И сюда нужно, конечно же, вот такую подставочку сделать. Без нее как-то... Ну, не очень. А вниз можно? Дайте, пожалуйста, вниз поставить. О! Ставится, смотри. Ну, чтобы совсем прям по-футшую было. Вот. Она же не может в воздухе висеть. Так бы стало красиво. Да. Если бы это не было, конечно, криво, то это было бы красиво. Ну, что? Соберем заново. А это нам не привыкать. Вот. Теперь стало красиво. Ставим эту штуку вниз. Так. Ну, вот. Жилплощадь увеличена. Это радует. Вот здесь я предлагаю сделать нагревательный отсек. Сюда поставим нагреватель. Титана почему-то не хватает. Хотя я разобрал нагреватель. В том виде, в какой он был. Почему он был беститановый? Нагреватель Т2 сразу. Как его расположить? Вот так? Или вот так? Давай вот так. Вдруг я еще дальше расширюсь. Здесь будет проход посередине. А тут нагреватель. Такой нагреватель у нас. Что по энергии? Почему он не показывается? Вот. Он показывается доступно. 2,95 киловатта всего. Значит, нам нужна еще панелька солнечная. Вот это берем, берем. Железо забираем. Тут железо забираем. Пойдем поставим еще одну солярку. Она у нас встанет вот здесь. Все красиво у нас. Ну, красиво же. Красиво. Правда, панели смотрят куда-то в стену. Не знаю, почему они не поворачиваются в противоположную сторону. Ну, наверное, им так нравится. Что-то у меня было еще нового. Антенна. Коммуникационная антенна. Принимает сигнал из космоса. Используйте вместе с экраном коммуникации. А, надо сперва сделать экран коммуникации. И еще я хотел сделать где-то стол. Стекло. Стекло. Окно. Так. Вот это мебель, которую я хотел сделать. Но ткань пока только одна штука. Я ее положу сюда. Пусть будет. Семена. Вот эту платку надо исследовать вот здесь. Это я умею. Получено, вот что ж микрочип компас. Угу. Так. Вот он. Компас. Добавляет компас на ваш экран. Ну, компас мне пока, если честно, не нужен, наверное. Вот это я бы перенес. Чего нельзя разобрать объект. Что-то содержится в себе. Что содержится в себе? Что в нем содержится? Не понял. Вот. Вот так. Так. И обогреватель возвращаем вот сюда. А может сразу Т-2? Титан-то у нас будет же. Зачем нам Т-1? Если у нас есть Т-2. Правильно? Правильно. Титан у нас имеется. Так. Где у нас обогревательная комната? Она будет у нас вот здесь. Все. Сюда, наверное, еще могу два поставить. И будет по кайфу. А может быть и нет. Получу новый чертеж. Производитель продуктов питания. Вот. Вот это прям... У меня осталось только железо. Вот это прям то, что надо. Где оно? Вот оно. Нет. Вот оно. Алюминий, железо и бутылка воды. Давай сделаем. У меня же тоже все есть. Нет? Воды нету. Но есть лед. Значит будет вода. Правильно? Правильно. Сейчас сделаем воду. Кстати, можно сразу две сделать, потому что пить уже тоже хочется. И теперь делаем производитель продуктов питания. Вот он. Ну, пока... Пока здесь будет. Ага. Сразу приплыли мы по энергии. Что у нас есть? Магний, кремний. Я предлагаю солнечную панель Т2 воткнуть. Раз уж она появилась у нас. Магний, кремний, кобальт, кобальт алюминий. Сейчас водички бахну. Что ты не пьешься-то? Вот. Выбрасываем сюда вот семена. С ними потом займемся. Выбрасываем вот сюда железо. Да и кислород, наверное, выбрасываем. Тоже сейчас пробегу и все соберу. Что валяется? Буду строить дальше. Сейчас надо будет первым делом построить электрическую вот эту вот подстанцию солнечную. Потому что весь процесс у нас на столпе сейчас. Никакая-то информация не идет. Ничего не работает. Все плохо. Ящичек это всегда прекрасно. Залутаем его, пожалуй. Сейчас без разбора буду просто все собирать. Потому что там пригодится, на самом деле, все ресурсы. Все мне будет нужно. Нужно просто идти и все подбирать, подбирать, подбирать. Я думаю, пора уже возвращаться. Тут один слот остался. Давай железо возьмем. Железо вообще ходовой ресурс. Это прям must have. Строить вот эти все подставки, подпорки. Чтобы выглядело красиво. Расширять базу. Это то, что надо. Итак. Хватает ли у меня на вот эту штуку? Нужен кобальт и алюминий. Но это мы забежим домой. Там есть по-любому. Наверное, наверное, я сейчас вот здесь поставлю еще вот окрашину. Чтоб уж фэн-шуй, чтобы продолжался. Правильно? Правильно. Что-то оно не хочет. А вот так оно хочет. Ну и вот сюда тоже воткну. Да? Дайте воткнуть. Что-то не втыкается оно. Ну блин. Какая дырка, что ли, у меня здесь будет беспонтовая? Вот же оно. Вот оно там как-то получается же. Нет? Никак прям. Ну, отстой, конечно. Ладно. Итак, что мне надо было. Кобальт и алюминий. Вот он, кобальт. Вот он, алюминий. Сколько оно дает? 19,5 секунды. Вот это я понимаю. Вот это вот я понимаю. Вот так вот. Вот эта тема. Все-таки я хочу как-то сюда впихнуться. Ну, почему оно не... Туда дает. А если вот отсюда строить? Вот же, вот же. Вот она есть. Все, красота. Ну, прям нравится. Низкий уровень насыщения. Так, надо покушать. А у нас, между прочим, есть аппарат для приготовления пищи. Что мы с ним можем делать? Сюда нужно что-то положить. Ага. Давай себе на баклажанов, что ли? Опа. Баклажаны растут. Класс. Так, а у меня еще были какие-то семена. У меня еще был кабачок. Кабачок тоже хочу. Нужен алюминий и вода. Давай сделаем воду. Возьмем алюминий. Возьмем кабачок. Сделаем еще один аппаратик. На-ка-на-ка. Вот. Они что так много жрут? 15 киловатт потребляет эта залупа. Ммм, понятно. Тогда нужно еще одно солнечное банальное алюминий и два кобальта. Есть такое? У нас есть. Сейчас мы тут вообще... Вот так вот. Ну-ка, а нельзя ли вот это дело все вращать во время строительства? Так можно же вращать. Вот. Ну, а что я? Вот туда пусть смотрит. Вот так вот. Криво как-то, да? Вот так и поставил. Пусть смотрит ровно. На солнце, а не на гору. Не. И вот эти штучки тоже сейчас я разберу. Эрис. И да. А может быть вместо них поставить-то вторые? Конечно. Сколько дает одна такая? 6,5. А эта дает 19,5. То есть почти больше, чем в три раза, да? 16,5. 6,5. Это 18,5. Это в три раза. Это в три раза. Значит, гораздо выгоднее ставить большие солнечные панели. Вот так вот. Сюда. Да. Все. Сколько у меня теперь электричества? Хорошо бы посмотреть. А электричество у меня теперь в запасе 22,45 киловатта. Живем. Так, тут у меня растет кабачок. Вот какой он хорошенький росточек. Я тебе съем. А вот это баклажан, да? Баклажаны, кстати, я не люблю. Вот кабачки топ. Кабачки топ, а баклажаны... Да. Пока съем космическую еду. Что страшного? Еще одна платка есть у меня на исследование. И вот это, кстати, мешается беспонтово. Здесь инвентарь чего? А, я понял. Нужно достать растение. Разобрать. Потом собрать заново. Флорестент Т2 у нас есть. Это Т1. А вот это Т2. А, в чем разница? Ну, вероятно, он круче. Давай сюда посадим. А эти у меня все-то вторые. А ты первый что? Я сразу начал Т2 ставить? Какой я? Ну-ка, а ты первый. А вот ты первый такой маленький. Давай туда тоже что-то посадим. Вот оно. Нормально. Здесь, короче, такая оранжерия. Летний сад. Зашел, цветы посмотрел, кабачки поел. Пошел дальше. Вот там погреться. Вот здесь надо сделать офис. Да или нет? Даже не знаю, надо ли. Что у нас по ресурсу? Ага. Я же хотел вот эту платку расшифровать. Скорость добычи Т2. Давай-ка ее сразу и сделаем, чтобы не откладывать. У нас есть суперсплав, у нас есть кремний и микрочип у нас есть тоже. Все. Сейчас буду добывать, как боженька. Поставили. А вот рюкзаки и бутылки у нас не появились. Ткань у нас не появилась. И компас нам пока не нужен. Ну, вот так. Я думаю, что для этой серии достаточно. Сегодня мы с тобой сделали и обогреватель, и залутали корабль космический. И столько растений рассадили. Самое главное, что я научился делать вот эту штуку. Станцию сборки. Теперь можно не бегать на базу. В следующей серии что будем делать? Все так же продолжать и развиваться. Я думаю, нужно заняться расширением базы. Какая-то она все-таки убогая. Окошки поставить. Сделать отдельное помещение для офиса или что-то типа того, стульчики. И сделать склад надо, где поставить ящики. Вот этим, я думаю, мы и займемся с тобой в следующей серии. Давай, пока. Спасибо за просмотр. Лайки ставь. Подписывайся. Комментарии пиши. Всем отвечаю. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok